всем привет с вами на канале готовим вкусно я павел и давайте сейчас сделаем такую вещь уберем всех детей от экрана подальше сделайте колонки потише потому что у нас сегодня спец выпуск и посвященном такому событию как там война какая-то борща и немагии я вот что могу сказать что борща и вообще не знаю немагию я люблю и подписано не очень давно борща ролики там как-то мелькали суть в том что контент такой будет где-то 16 плюс то есть какие-то видео вставки какие-то словесные обороты будут такие ну вот где-то в районе 16 плюс не 18 плюс но вот 16 плюс и если вы это сделали погнали итак друзья меня буквально забомбили всякими сообщениями на вконтакте фейсбуке а что ты думаешь а вот конфликт не магии конфликт борща у тебя там тоже короче аудитория 80 тысяч человек а что там как это была постанова не постанова что ты думаешь как что зачем почему сейчас вам все расскажу давайте оперировать только голыми фактами и не будем заморачиваться и вообще зачем я на это потратил свое время я не знаю только из-за уважения наверное к не магии потому что у меня еще есть несколько видов бизнеса кто подписан давно на канал кто подписан на меня или там моих друзьях на фейсбуке вконтакте все видят что я куда-то езжу постоянно чем-то занимаясь у меня есть ветеринарная клиника у меня еще есть пару видов бизнеса и реально youtube это то чем я занимаюсь просто как отдушина и какое-то просто хобби короче ладно не давайте не обо мне давайте ближе конфликту и погнали я не знаю почему но в последнее последнюю неделю почему-то пошла вторая волна вот этих просьб там что-то снять объяснить почему не магия молчит не молчит что я на это что думаю вроде бы как страсти уже должны были поутихнуть там это случилось месяц назад грубо говоря но почему-то вот через неделю кто-то проснулся наверное получил 40 сообщений о том что опять просьбы короче снять рассказать я могу однозначно сказать только одно что не прав армянин заборщинидзе давайте назвать вот так если уже повелось что он там какой-то не до армянин перья армянин не до ара ара короче неважно давайте оперировать только голыми фактами без всякого предвзятого мнения я думаю что некий борщ он же анатолий что-то там я не помню фамилию да и хрен с ним я думаю что борщ это некая реинкарнация такого неврастеника стали к ханкишиева версия 20 и если стали к ханкишиев с телеэкранов с экранов там грубо говоря своих роликов на ю тубе не лил вот эту всю грязь то борщ поступил как настоящий мужчина поливая грязью жену ребенка миши там и вообще рассказывая обо всем чем ему только в голову пришло сколько они там зарабатывают сколько он заплатил за рекламу в общем самый стопроцентный настоящий армянин не армянин ну хер его знает короче не мужик вообще есть кое-что что объединяет стали к ханкишиева и анатолия борща они оба побывали на телеэкранах и их обеих оттуда поперли я не знаю по какой причине то ли или они такие супер конфликтные то ли они супер нервозные но суть в том что и один и второй а сказались на ю тубе только сталик выпустил несколько циклов передач борща поперли после первого сезона если помните или кто-то не знал было такое борщ шоу по тоже позже она была переименована в борщ жоу где анатолий яростно обижался на владельцев канала всем привет меня зовут анатолий анатолий борщ сейчас я расскажу вам сказку о том как плохое телевидение ворует проекты у хороших людей это сказка прям сказка да сказка сказка давайте вам сейчас быстренько обрисую всю историю а потом пройдусь по деталям суть в том что я снимался на канале у это с очень главный канал в тридевятом королевстве который кстати принадлежит небезызвестному блогеру был такой проект назывался борщ жоу ну понятно почему больше ну ну понятно же да ну почему борщ когда-то человек охотился за едой потом научился ее готовить сейчас еду можно просто купить но чтобы выбрать самую вкусную тебе нужен анатолий борщ только с ним ты узнаешь что купить и как приготовить поехали и сейчас будет капец как все вкусно и я являлся с автором этого проекта точнее я придумал практически все что там было большом более был первый сезон сначала которые отсняли совместно с каналом потом канал захотел второй сезон но во втором сезоне захотел резко мне все мои полномочия урезать и перекроить это шоу в совсем другой формат естественно мне это не понравилось и я сказал что не буду в этом участвовать я вам могу сказать как владелец какого-либо бизнеса если человек хороший адекватный сотрудник его никогда не меняют то есть знаете такое пословица есть древние коней на переправе не меняют поэтому если все устраивает все работают все остаются довольны и все зарабатываю деньги вот это то что их объединяет очень сильно кстати борщау развивается и просто сменили ведущего сам по себе борщ является весьма посредственным кулинаром и его вялые попытки привлечь аудиторию приготовлением шашлыка на воздушном шаре либо приготовлением курицы с гречей в стиральной машине только закинуть нашу курочку в духовку но это у нас не духовка а что же господи это у нас стиральная машина это все не давало ему результатов потому что ну так или иначе для каких-то глупых экспериментов есть ивангай есть мамикс и вот та школьная аудитория которая могла бы это посмотреть посмотрит это у других ребят а взрослые аудитории это неинтересно будучи посредственным кашеваром даже люди которые смотрели обломова и когда обломов его рекламировал они не подписывались на него потому что такой же посредственный кашевар был уже перед ними смысл подписываться на борща если вот точно такая же посредственность уже на нее подписаны даже попытки обстебать собственную там то ли жену то ли сожительницу то ли девушку там выставляю в роли глупой курицы не способны запомнить под пять слов всем привет и снова на канале борща какого-то фига непонятная телка и сегодня мы будем готовить а как-то назвать рулетики с орехами сыром и зеленью по-грузински по-грузински эй что как овца также не обратились для анатолия вообще абсолютно никаким успехом то есть все оставалось вот на днище то есть там где он и должен плавать и тут ребята из немагии допускает ошибку они соглашаются рекламировать вот этот несчастный канал борщ естественно ребята из канала не магии являются креативными умными и талантливыми людьми но в первую очередь они бизнесмены они предоставляют какую-то услугу за определенную сумму то что борщ озвучил за какую сумму там что они представляют это в принципе ну ни о чем для кого-то сто пятьдесят тысяч может показаться супер огромными деньгами для кого-то это деньги на неделю вообще в принципе это первый случай когда не магия получила такую вот претензию от любого из блогера или от компании что они не выполнили свои обязательства по рекламе или сделали ее некачественно и так давайте разберемся что же представляет собой контент борща все достаточно просто настолько тупо попыток выйти в топ еще не было по моему ни у кого и так ребята вот это бабанский или бабаска как вы считаете напишите в комментариях бабаски или бабаска пожалуйста ждем вас и вот такая генерация комментариев позволяет борщу хоть как-то вообще двигаться вверх и поднимает свои видео которые уже вообще никому не интересны хоть как-то двигать их в топ уровень борща это реально уровень отличника по ты уж ника который там руки из правильного места растут и уровень корабельного кока как абсолютно правильно заметил михаил печерский поверьте моему опыту ни один шеф-повар талантливый шеф-повар ни один бизнесмен не будет свое время тратить для записи роликов как построить бизнес и тем более шеф-повар не будет тратить свое время ради сотни другой или даже миллиона подписчиков потому что деньги которые он получает в хорошем ресторане и деньги которые он получал бы как блогер это просто несоизмеримые вещи то есть там блогеры там до трех миллионов это вообще ничтожество сравнительно если мы сравниваем финансовую сторону с тем что получает хороший талантливый шеф-повар борщ к ним не относится все мы я обломов покашеварим не стали кто там еще грильков мы все являемся кулинарами по сути своей мы просто копируем то что придумали либо до нас народные блюда либо другие шеф-повара и просто это показываем как приготовить мы ничего не создаем нового изысканного то что попадет в мишлен да мы можем смешать майонез одного типа с майонезом другого типа заправить им салат или бургер искать вот круто но по сути из нас за все время кто снимал эти видосы не обломов там не грильков не пока шеварим никто из них не не сказал что вот это уникальное блюдо которое придумано было только конкретно мной и она разошлось по миру поэтому мы копии даже не то что копим и копии друг друга но люди подписываются на людей кому то интересно смотреть меня кому то интересно смотреть обломова кому-то покаши варим пока кому-то грилькова это все нормально но мы не те супер таланты кулинарии, которые способны создать шедевр, который разойдется по миру и будет признанным во всем мире. И здесь больше сказать нечего. Ругаться по тому, кто лучше готовит, но это дело практики, поэтому борщ это отличный ПТУшник, все, не высшая школа кулинарии. Очень правильно заметил Николай Соболев, Николай Соболев, Николай Соболев, Николай Соболев. Умные деловые люди решают вопросы в рамках договора. Вот смотрите, наведу пример. Некоторые из вас знают, что у меня есть свой бизнес, например, это ветеринарная клиника, еще есть там пару видов бизнеса. И в рамках договоров с поставщиками различных товаров, с поставщиками различных медикаментов, с поставщиками различных расходных материалов всегда возникают какие-то проблемы как с моей стороны, так и с их стороны, не вовремя поставки, не вовремя оплаты. Но никто из них не кричит, не бежит в суды, что просрочка платежа, либо я не бегу и не кричу, что товар ненадлежащего качества, либо чего-то не доложили, либо чего-то переложили. То есть мы это все решаем в рамках договора. И это никуда не выходит. И обе стороны остаются в выигрыше. И это является оптимальным бизнес-подходом. Но Борщу не нужно было нормальное урегулирование спора. Нормальная реклама. Ему нужен был хайп. Любая ошибка со стороны Кати, которая ему эту рекламу продала, либо со стороны Миши, либо со стороны Алексея, точно вспомнил. Алексея. Все бы привело к одному и тому же. Хайп. Хайп, хайпожорство, конфликт и только выезд на конфликте. Жадный Борщ к хайпу, когда после того, как у него получилось вот эти все предыдущие его шаги, уцепился в эту возможность и не отпускал ее до последнего, просто смакуя каждую секунду той победы, пока ребята находились где-то на отдыхе и там в течение пары недель вообще не снимали никакие видео ответы Борщу. То есть он был на какой-то вершине. Кстати, кто не в курсе, как Борщ обосрал или опустил жену Миши, его ребенка, вот сейчас пойдет видеоролик, видео вставочка, посмотрите, пожалуйста, для того, чтобы оценить, что это за персонаж и к чему вообще стоит стремиться. Важно везде хэштеги, у них под видосами, у других блогеров под видосами, типа там не магия кидалы, не магия своих же роняют, не магия верните бабки и так далее, и так далее. Только импровизируйте, чтобы хэштеги были разные, потому что, как мы выяснили, они удаляют комментарии. Соответственно, они просто забьют какой-нибудь хэштег и все, и следующий человек напишет этот хэштег, он даже не выйдет. Ну, черный список, знаете, да? А ты думаешь, я серьезно думаю, что у них сын еблан, и говорю, типа, он тупой? Ты думаешь, что я прям на полном серьезе? Ты прав, я на полном серьезе говорю. Потому что, ну, блядь, ну, как может у тупой овцы быть нормальный сын? Ты прав, я на полном серьезе говорю. Потому что, ну, блядь, ну... Это, конечно, здорово, это интернет, мы здесь общаемся как хотим, но неужто я должен взял, был перед этим коком расстелиться, сделать ему повторную рекламу и отдать 150 штук, когда мой сын рожден от тупой овцы, да еще долбоеб к тому же. Ребят, я что-то не понимаю вот этого вообще нихера. Что меня прям сильно выбесило, прям, блядь, из колеи выбило, это тупорогость Екатерины. Блядь, она ж тупая. Ты же тупая, господи, как ебаный фартук. Потому что у фартука, блядь, только лямки, блядь, и ткань, все. У него нет мозгов, блядь. Миша, блядь, как ты нахуй так живешь вообще? Нахуй ты так женился на ней-то, а? Она же тупая, блядь, прям, бивень, блядь, вот, тупорогий бивень. Для таких тупых шуток нужен всего лишь ребенок от тупой женщины. Факт, это факт, она тупая, блядь, она вот тупая. Вот я сейчас не шучу, типа, блядь, это юмор там и вся херня, как... Миша, это оскорбление, это именно они. Катя, там нормально, точно с фокусом все? Да, да, прям как надо. Да, Миша, это оскорбление, серьезно, это прям вот лютые оскорбления. Ну, потому что я не... Да, я прям считаю, что твоя жена тупорогая. Какая тебе, блядь, она вот тупая, вот я сейчас не шучу, типа, блядь, это юмор там и вся херня. Набрав себе армию школоты, довольный за щекан, сидел и тешился вот там своей короной, там, не знаю, своими там резко возросшими на 100 тысяч подписчиков или больше даже. За короткий промежуток времени аудитории борщ еще получит по заслугам. То есть молчание от немагии является, скорее всего, предвестником серьезной бури. И я надеюсь, что ребята, я даже верю в них, что они найдут все вот эти причины. Почему он ушел из телеканала или его выгнали? Почему он ушел из корабля, на котором хорошо платили и он мог видеть мир? И почему он не задержался ни в одном, ни в втором, ни в третьем ресторане? И скоро мы эти все пруфы увидим. Есть много различных кулинаров. Я Грильков, Георгий Кавказ, кстати, кто не знает, очень прикольный чувак. Дмитрий Фреско. Мы все спокойно набираем какую-то свою аудиторию, потому что, как я говорил ранее, люди смотрят людей. Кому надо смотреть рецепты, они заходят на сайт 1001рецепт.ру или 100рецепт.ру. Находят, переписывают блокнот и забыли. Люди смотрят людей. Также, скорее всего, все мои подписчики знаете, что есть такой славный дружиобломов, который в 2017 году стал сучкой Хованского. Хованский вошел в жизнь Олежки, как раскаленный нож в холодное масло. И с того времени они, взявшись за руки, вошли в 2018 год, год рыжей собаки. Как две рыжие сучки, но я уже это говорил. Я не знаю, как обогреть эту ситуацию. Я думаю, они будут меняться ролями. Кто из них будет активной сучкой, кто пассивная. Ну, в общем, год 2018 это просто год рыжей собаки. И эти две рыжие собаки себя нашли. Но в любом случае, откормившийся и лоснящийся обломов является более адекватной особой для подписки, чем, например, тот же борщ. Даже с учетом его днищинской коллаборации с опарышами, ой, сори, хованышами, даже с учетом его днищинской коллаборации с хованышами, такие как Лизка, Кузьма, что-то там... Ежесними там юлики, там хуюлики, ну не суть. То есть это все продажные шкура блогеры, которые подсасывают у Хованского малолетних подписчиков и, собственно, как-то поддерживают количество своей аудитории, там, отписки, подписки. Ну, такие дела. Обломову это простительно, потому что слазя с горы тестирования доставок еды для малолетних подписчиков он не собирался, поэтому ему приходится брать регулярного у Хованского защику, чтобы насосать себе новую аудиторию, взамен той, которая уже подросла, и кому неинтересно смотреть, как он просто сидит, заказал и живет там какой-то бургер, и его пробует, рассказывая о том, какой, ах, нормальный бургер он кушает или ненормальный бургер он кушает. В общем, я надеюсь на следующее. В ближайшее время выйдет, я так думаю, ну, как минимум до начала апреля, а может где-то до середины апреля выйдет обзор на борща, где не магия вставит в него свой чопик правосудия, вылезет он через рот, ну, а вы и все остальные подписчики борща узнаете всю подноготную, что, как, зачем и почему.